Мы сейчас находимся на территории жилищного комплекса «Малая земля», который принял на себя удар стихии, так как мы находимся в самой нижней точке. На сегодняшний день все дома у нас под электроснабжением, правда по временной схеме, для того чтобы восстановить на постоянной схеме необходимо еще время, усилия и денежные средства. Хотела бы выразить благодарность городу за предоставление пожарных машин, потому что с помощью их тоже производили откачку воды, в подвалах не хватало 10 сантиметров до потолка, настолько все было затоплено. Также особую благодарность хотела бы выразить Васильеву, это начальник ГОИЧС города Новороссийска, Игорю Маратовичу, за предоставление двух тепловых пушек, потому что в совокупности с нашими пушками, которые у нас были в наличии, с помощью этих тепловых пушек нам удалось высушить водно-распределительные устройства, а самых пострадавших было 10. Скажу честно, этой помощи было недостаточно, я просила помощь и продолжаю ее просить у города. Просили помощь в монтаже, если есть вариант, но прислали нам почему-то не НЕСК, не специалистов с электросетей, а прислали нам управляющую компанию НУК, которая при этом начала поднимать волну недовольствия среди людей, вместо того, чтобы мы как успокаивали людей, говорили, что все работы ведутся, ждите, началась война, люди начали ругаться, при этом начали подсовывать людям бюллетени на голосование, что очень усложнило работу. Вот тут приехала администрация Южного района на Поспеклее на 52, воды, света нет вторые сутки. Администрация вместо того, чтобы помогать людям, подтащила компанию НУК в лице Юрченко и его работников и пытается еще совершить переворот. Люди действительно хотели чуть ли не с кулаками выкидывать нас с этих подвалов, при том, что работа велась. Сегодня выехали на проблемный участок после наводнения. Это жилой комплекс «Малая земля». Здесь 2500 жителей, и им на самом деле нужна помощь по расчистке территории. И мы, конечно же, поможем. Завтра приедет бригада, которая поможет расчистить, все помыть и сделать быт людей лучше. Сегодня, как и обещал вчера, в 9 утра приехали на место, чтобы помыть дорожки во дворе. Сейчас занимаемся этим, в 10 человек занимаются этим вопросом. Все с лопатами, с керхерами моем, чистим, убираем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...